Продолжение следует... Продолжение следует... Петропавловцы завершают этот год. Продолжение следует... Оценка предыдущего периода и перспективы на будущее, но на сей раз мы ждали как никогда. Что скажет президент? Ситуация экономическая усугубляется, цена на нефть стремительно падает, российский рубль ставит антирекорды, а казахстанцы волнуются за свою национальную валюту. Последствия февральской девальвации еще очень свежи в памяти. Глава государства, как и всегда, был очень актуален и все-таки поднял антикризисную тему. Так что, несмотря на то, что произносил праздничную речь, да не где-нибудь, а в Астана-Опера, а именно там проходило торжественное собрание, посвященное Дню Независимости, Назарбаев сказал и о кризисе, и о том, что мы с этим всем будем делать. Так вот, тяжелые времена действительно наступают. Это формулировка самого президента. Нам будет трудно, потому что мы часть мировой экономики и тоже сильно зависим от цены на энергоресурсы. Ужаться придется причем даже по тем статьям бюджета, которые уже утверждены, но это не коснется социальной сферы. Ни о каких повышениях зарплаты пенсии, конечно, речи быть не может, но прежний уровень государства обязуется сохранить. Здесь же президент озвучил две главные задачи для правительства. Первая – это дедоларизация экономики, то есть вытеснение американской валюты из экономической жизни государства. О том, что это нужно делать, робко заявляли в Нацбанке, когда мы переживали последствия февральской девальвации. И вот все-таки конкретные поручения президента. И даже больше, но об этом чуть позже. Вторая задача – таргетирование инфляции. Проще говоря, обесценивание денег будет происходить, но в жестко заданном коридоре. Можно меньше, но главное – не больше. На такие меры нужны, конечно, деньги. И они у страны есть. Наша подушка безопасности в виде средств национального фонда. Есть и четкое понимание того, куда эти деньги направлять. Все прописано в стратегии Нурлы Жол, в новом послании президента, а по сути, в нашем антикризисном плане на ближайшие трудные годы. В Казахстане появятся новые инфраструктурные объекты, дороги и коммуникации, и как следствие фундамент для долговременного экономического роста, новые возможности для обеспечения занятости и повышения производительности труда. Один раз мы это уже сделали – в 2009. И название тогдашнего послания президента «Через кризис к обновлению и процветанию» оправдалось в полной мере. После того кризиса мы вошли в 50-ку развитых стран мира, и у нас появилась стратегия развития уже до 2050 года. Все эти кризисные темы вроде как совсем не праздничные, но в контексте этой даты они звучат очень органично. Как сказал сам Назарбаев несколько лет назад, формула независимости Казахстана – это слагаемая двух равнозначных понятий – свободы и ответственности. И в условиях сегодняшней политической ситуации в мире это определение становится очень четким. То есть только по-настоящему независимая страна может иметь свободу в принятии решений и быть ответственной за то, что эти решения будут исключительно во благо народа этого государства. Согласитесь, такой принципиальностью сейчас не все мировые державы могут похвастать. В своей праздничной речи президент помимо совершенно прикладных вопросов говорил и о важности человеческого капитала нашей страны. Независимость Казахстана – это в первую очередь смелые и добрые дела его граждан, направленные на развитие. Это каждодневный труд. Поэтому традиционно накануне государственного праздника награды получают самые достойные граждане республики. В Петропавловске эти награды вручал Аким области Ерик Султанов. Орденом Парасад награжден директор известного на всю республику хозяйства Геннадий Зенченко. Именно в этом командитном товариществе внедряют все самое современное в сельском хозяйстве. Выращивают зерно и овощи, разводят крупный рогатый скот и лошадей, занимаются переработкой своей же молочной продукции, а еще одними из первых в республике начали использовать энергию ветра. Но награда Геннадия Зенченко не только за уникальные менеджерские качества. Орденом Парасад, то есть благородства, награждаются люди, которые внесли большой личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала республики, а также за активную деятельность по защите социальных интересов человека. То есть награда не только за успешный бизнес, а успешный социально ориентированный бизнес. Сейчас в Новонекольске не только комфортный сельский быт, не хуже, чем в городе. Там и крытый хоккейный корт, и достраивается спортивный комплекс и многое другое. Это пример труда на благо конкретно взятого небольшого села. И таких людей, которые умеют и любят хорошо работать, у нас немало. Директор ТО «Якпын-2002» Якпын Абиев получил медаль «Ерэн-Янбегэушин». Уже много лет он трудится на благо нашей страны. Не будь той социально-экадемистки неразберег, у нас в стране конца 20-го, начало 21-го века столетия, не состоялся в учебу и Казахстан. Страна становилась крепче, мы становились политически крепче с ним вместе, экономистки и решая социальные вопросы. Такую же медаль получил недавно назначенный Акимом района Габита Мусрепова, но уже успевший потрудиться на многих постах в нашей области Владимир Дудов. А почетным орденом Курмет награжден секретарь областного маслехата Кэрол Иудресов. Сегодняшняя награда – оценка всего нашего депутатского корпуса. Поэтому впереди еще большие ответственные задачи у нас стоят. Я думаю, каждый из нас приложит все силы, чтобы те большие задачи, которые были в послании нашего президента, я думаю, мы выполним с честью. Всего более 30 человек получили награды в этот день. Среди них больше всего работников сельского хозяйства, начиная от директоров хозяйств, заканчивая механизаторами, агрономами. Кроме них работники образования и медицины, люди рабочих профессий, те, кто трудятся сейчас на наших заводах. Страна – это прежде всего люди. И когда каждый из нас сможет осознать, что не мы зависим, а от каждого из нас что-то зависит, можно говорить о том, что казахстанский народ прошел свое становление. Мы отметили очередной год в истории независимости нашей страны, то есть перевернулась еще одна страница, а значит впору писать новую. Впереди у Казахстана еще много амбициозных планов и вызовов, тоже немало. Но кризис – это лишь с одной стороны трудности, а с другой – новые возможности. И немного отойдя от праздничных мероприятий, стоит обратить внимание на очень важные события, которые проходили в те праздничные дни в Астане. Буквально через несколько часов переговоров были опубликованы сразу несколько очень важных заявлений. Астана собрала совет главправительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Это помимо Казахстана еще и Россия, Китай, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан. И все эти шесть государств заявили, что собираются отказываться от американского доллара. Казахстан и Китай в своих намерениях пошли еще дальше. Страны подписали соглашение и переходят на взаиморасчеты в тенге и юанях. То есть казахстанцы теперь могут смело ехать в Поднебесную, взяв с собой только родную валюту. И уже там можно будет легко обменять ее на юанне. До сегодняшнего дня расчетной единицей был доллар. Очень символично, кстати, накануне Дня независимости немного уменьшить свою зависимость от американской зеленой валюты. На встрече главправительств стран ШОС было озвучено много важных для целого континента решений. Например, о возрождении шелкового пути или реализации экономических проектов ШОС. Казахстан также заявил о готовности синхронизировать работу в ЕАЭС и ШОС. Ну и еще в конце этой недели стало известно, что Можилис одобрил проект закона о ратификации договора о присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу. То есть вскоре в ЕАЭС будет уже не три, а четыре государства, а в дальнейшем еще больше. ЕАЭС, по сути, свое исключительно экономическое объединение, сохраняющее политический суверенитет, в отличие, например, от Евросоюза, становится наиболее эффективной формой интеграции. Не удивительно, что в Союз хотят другие страны, а у истоков образования ЕАЭС стоит в большей степени Казахстан. То есть по истечению 23 лет своей независимости наша страна – активный игрок на мировой арене, более того, чаще ведущий, чем ведомый. Кстати, именно на этом сделал акцент Аким области Ерик Султанов в своем выступлении на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости. Такой характер нашей внешней политики действительно дает массу преимуществ, в том числе для приграничной североказахстанской области. А это Аким, который, пожалуй, первым смог этими возможностями быстро и грамотно воспользоваться, прекрасно понимает. Инвестфорум уже прошел с большим успехом, впереди еще масса проектов, в их числе и масштабный форум приграничного сотрудничества Казахстана и России. Многовекторность нашей внешней политики, по словам президента, укрепляет страну, открывает новые возможности для осуществления индустриальной политики. Казахстан является инициатором крупнейших интеграционных идей и проектов, среди которых Таможенный союз, Евразес, Евразийский экономический союз, проект G-Global и много других. Мы добились реализации амбициозных задач и вошли в число 50 наиболее конкурентно способных стран мира. Итак, наш главный партнер Россия, вторым в приоритете Китай, затем США и страны Евросоюза, то есть многовекторность нашей политики сохраняется и приносит все больше пользы. В общем, в Астане сейчас принимаются принципиальные антикризисные решения, как в области внешней, так и внутренней политики. 3 миллиарда долларов на новую экономическую программу, а это дороги, аэропорты и морские порты. Это инфраструктура для привлечения инвесторов и развития бизнеса, это строительство жилья и других социальных объектов, это жилищно-коммунальное хозяйство, которое нужно привести в порядок и многое другое. Эффективность государственного управления на местах – непременные условия для успешной реализации всех этих проектов. Недавно рабочая группа по совершенствованию местного самоуправления обсуждала вопросы расширения полномочий сельских акимов. Я напомню, прошлым летом состоялись первые выборы поселковых акимов, и тогда вместе с выборностью руководителям были обещаны большие полномочия в решении вопросов своего села. Но ведь главный вопрос – это бюджет, и вот новости уже этой недели. Уже в настоящее время согласованы с администрацией президента четыре вида налогов, что в целом по стране составляет около 28 миллиардов тенге, и уже они будут переданы где-то со второго квартала 2015 года. Но обсуждается вопрос об увеличении налоговой базы, какие штрафы и дополнительные налоги можно передать еще, чтобы усилить возможности сельских акимов. А в областном акимате на этой неделе тоже говорили об эффективности государственного управления, но несколько в ином ключе. Заседала межведомственная комиссия по борьбе с коррупцией. Такие советы регулярные. Антикоррупционная деятельность, в частности, профилактическая работа, должна быть постоянной. Президент выразился предельно ясно – контроль за расходованием каждого тенге антикризисного плана будет жестким. Особую роль в этом партии «Нуратан» в этот понедельник, кстати, местные партийцы в очередной раз напомнили себе и окружающим о том, какое ответственное задание им дал лидер «Нуратана». На послании особо было сказано, что партийцам президент поручает вести жесткий партийный контроль по расходованию средств. Опыт в таком контроле у нуратановцев есть. Они мониторят качество оказания государственных услуг, реализацию программы «Балапан», распределение жилья из госфонда. И это отнюдь неформальность. Выявлено более 375 нарушений в деле оказания госуслуг у населению. По итогам внеплановых проверок 17 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. И это еще не все. В ходе бесед с жителями Авкаинского, Жамубаева, Жамбульского районов выяснено о том, что они не имеют замечаний по процедуре выделения жилья, однако качество построенных объектов составляет желать лучшего. Имеется нарекание в работе систем водоиспечения и электроснабжения. Качество строительных материалов в некоторых домах плохо хранят тепло в отопительный период. Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что большинство государственных служащих – это тоже члены партии Нур-Утан. Так что их это напутствие президента тоже касается. А еще кодекс чести государственного служащего, ну и в конце концов антикоррупционное законодательство. Со следующего года в регионы будут направляться большие деньги на инфраструктурное развитие, а еще на развитие предпринимательства. И как раз в 2015-м заканчивается мораторий на проверки бизнеса. Сразу несколько испытаний на коррупционную нетерпимость. Что будут делать на самых разных уровнях управления для сохранения чистоты рядов, рассказывает Ирина Панфилова. Первым по соблюдению антикоррупционного законодательства отчитался заместитель начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям. В текущем году специалисты ведомства не допустили ни одного коррупционного факта. Здесь, по словам Осета Исмогулова, существенную роль играет профилактическая работа. Кадровая служба ведется работа с личным составом. По выявлению и допущению факта совмещения государственной службы с другой деятельностью не предусмотрен законодательство. По своевременной сдаче налоговых деклараций о доходах сотрудников и их супругов. К тому же обращения физических и юридических лиц сегодня принимаются по принципу одного окна. Выделены средства на установку камер видеонаблюдения. Хаким области Эрик Султанов рекомендовал активизировать работу в данном направлении. Уделил внимание глава региона и грядущим проверкам субъектов малого и среднего бизнеса. С января месяца вы начинаете новые проверки. Это очень важно, потому что пожарная безопасность. Вы знаете, какие случаи были, когда детские учреждения горели. Это вот в России было, потом у нас было. Интернат горел в Талтыкургане, когда люди погибли. Это проверять надо. Но здесь надо профилактическую работу большую проводить с пожарной инспекцией, с работой пожарной инспекцией, потому что они профессионалы высшего класса. Они профессионально себя и должны вести на объектах. Заслушали на заседании руководителей районов. В Эртауском в текущем году за нарушение Кодекса чести государственных служащих было наложено одно административное взыскание. Столько же нарушений выявили в 2013-м. У членов межведомственной комиссии к докладчику возникли вопросы. Зачастую проблемы с задолженностью по заработной плате возникают на одних и тех же предприятиях. Глава региона был категоричен. Такое положение дел недопустимо. Не может быть у государственных предприятий задолженность, потому что государство финансирует полностью все свои обязательства. Поэтому примите меры в отношении этих хозяйств. Я думаю, там может быть неправильно строится вообще сам бизнес, хозяйственный бизнес этот. Его надо правильно построить. Есть какие-то лишние расходы. Все эти вопросы надо предусмотреть, потому что они жизненно необходимы для района и для, скажем, районного центра. Это отопление, водоснабжение, водоотведение. Наведите порядок. Что касается и сельского района, то там уровень коррупционных правонарушений за текущий год увеличился сразу в шесть раз. За нарушение антикоррупционных законодательств привлечено два государственных служащих в дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия ведущих специалистов двух сельских округов. Кроме того, были привлечены исполняющие обязанности директоров ветеринарной станции и директоров коммунального государственного учреждения Амагадийской средней школы. Акимобласть Ерик Султанов рекомендовал безотлагательно исправить недочеты. День независимости Знаково серьезное значение придается как содержанию, так и форме. Создание Ассамблеи народа Казахстана, мир и согласие среди представителей более чем ста национальностей и внешняя политика с сектором интеграции и сотрудничества. Евразийский экономический союз, который начнет свою работу уже с 2015 года. Знаковая для нашей страны стратегия Казахстан-2030 в сложный 97-й год и Казахстан-2050 с еще более амбициозными задачами. Стремительное практически с нуля строительство Астаны, а сейчас там новая большая технологичная стройка – комплекс Экспо-2017. И сейчас мы снова готовы противостоять трудностям. У нас есть антикризисный план. На пути самоопределения нам удалось избежать фатальных ошибок. Сначала экономика, потом политика. Это всегда было главным принципом. Но, безусловно, независимость далась нам ценой немалой. Даже если опустить политические подоплеки создания суверенного государства после распада Союза, Казахстану и казахстанцам пришлось пережить немало трудностей. В первую очередь экономических, а вследствие этого и другие проблемы. Зато сейчас, по прошествии двух десятилетий, стало нормой отмечать День независимости запуском производств, открытием социальных объектов, сдачей жилых домов. Снова праздник на улицах микрорайона Береке. Последний раз такая атмосфера там была совсем недавно, пару недель назад, в День первого президента. И вот очередные новоселы заезжают в долгожданные квартиры. Ирина Панфилова узнала, кто будет жить в новых домах. 16 декабря, в День независимости Республики Казахстан, в Петропавловске ввели в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома. Возвели многоэтажки в микрорайоне Береке в рамках программы «Доступное жилье-2020». Этого дня будущие новоселы ждали с нетерпением. Большинству семей приходилось снимать жилье. Теперь скитаться по квартирам 144 североказахстанцам не придется. Сегодня в День независимости страны они с благодарностью получают долгожданные ключи. Настроение очень приподнятое, очень волнуемся, потому что квартиру ждали очень долго, 10 лет. Наконец-то дождались. Спасибо нашему президенту за то, что есть такие программы, когда простые люди могут получить доступное жилье. Раньше снимали, приходилось покупать дрова, уголь. Сейчас вот теперь будем жить в благоустроенном доме. Спасибо президенту, нашему главе государству, что есть такая программа «Доступное жилье» для нас, чернобыльцев, афганцев. Ребятам помощь большая от государства. День независимости земляков поздравил Акимобласть Ерик Султанов. Сегодня государство старается создать комфортные условия для жизни каждого казахстанца, отметил глава региона. Строительство жилых комплексов тому пример. В Казахстане делается много для того, чтобы сделать жилье доступным, качественным. Его еще мало, но сейчас новое послание президента предусматривает расширение. Поэтому в Казахстане сегодня есть программа «Доступное жилье 2020», есть система жилстро и сбережений, есть жилье для молодых семей. И я уверен, что эти программы дальше будут расширяться. Поэтому, уважаемые друзья, поздравляю вас с Днем независимости, с новосельем. Желаю вам мира, уюта, счастья, тепла в ваших домах. И вот наступает самый волнительный момент. Акимобласть Ерик Султанов вручает североказахстанцам ключи от квартир. Затем Ерик Султанов навестил новоселов. Лично убедился в том, что жить петропавловцам предстоит в комфортных условиях. До сегодняшнего дня 89-летний ветеран Великой Отечественной войны Рауф Хасанов жил в частном доме. По хозяйству помогали родные. Семья у пенсионера большая. Трое детей, пять равнуков и восемь правнуков. Теперь нужды топить печь и носить воду не будет. Огромное спасибо Назарбаеву, также Акиму города, североказахстанской области, что нас, ветеранов, не забыли. Получил квартиру, ходить, пой песни, танцуй. Очень доволен. Поздравил с новосельем глава региона и семью Йеншины. Здравствуйте. Ну, как дела? Как тебя зовут? Миша, с новосельем тебя. Спасибо. С новосельем вас. Спасибо большое. Ну, Руську давай. С новосельем тебя. Этот день независимости в памяти новоселов останется на всю жизнь. В очереди на получение собственной жилплощади выпускница приюта для несовершеннолетних детей Любовь стояла 9 лет. До сегодняшнего дня они с супругом и двумя детьми ютились в общежитии. Безумно счастлива. Безумно рада, что теперь у нас будет нормальная, хорошая, большая квартира, что деткам будет свое место, теперь у них будет своя спальня отдельно, где делать уроки. Что сказать? Огромное, конечно, спасибо государству, нашему президенту за данную программу, Акимам за исполнение успешного послания президента. Наш независимый Казахстан сегодня крепко и уверенно стоит на ногах, и я хочу и желаю всем жителям нашей страны, чтобы страна наша только крепла. Всего с начала года новоселье в Петропавловске отпразднуют 408 североказахстанских семей. Четыре дома мы сдали по направлению молодая семья, 9,5 тысяч квадратных метров, 84 квартиры. Сегодня сдаются два дома, и до конца года еще два ипотечных дома сдавать с собой, с учетом того, что зимний период сдается. Есть, бывают некоторые нюансы, но гарантийный срок два года, в пределах двух лет мы отвечаем за качество выполненных работ. Получается в этом году 8 многоквартирных домов, а будет еще больше. Озвученная президентом новая программа жилищного строительства обретает формы программного документа с бюджетом в 180 миллиардов сенье. На этой неделе стало известно, что обновленная программа арендного жилья будет запущена в марте следующего года. Итак, в чем корректировки? Ранее казахстанская ипотечная компания должна была обеспечивать строительство жилья, которое затем предоставляется в аренду с последующим выкупом. В рамках нового послания эти механизмы остаются, но самое главное, по словам разработчиков, усиливаются социальные аспекты. Планируется полностью отменить первоначальные взносы и увеличить срок предоставления аренды до 20 лет. Кроме того, расширилось число участников программы и теперь на льготное жилье могут претендовать молодые семьи до 35 лет, а не до 29, как это было прежде. Молодым семьям из числа очередников достанутся 50% построенного жилья, вторую половину распределят между другими категориями граждан. Это многодетными и неполными семьями, детьми-сиротами, работниками сфер образования, здравоохранения и государственными служащими. Но новоселье – это не единственное приятное событие нынешнего праздника. Долгожданная поликлиника в Есильском районе наконец-то достроена. Это уже третья в нынешнем году. Ленты перерезали 16 декабря и в районах области, и в Петропавловске. Какие объекты начнут свою историю с нынешнего дня независимости в материалах моих коллег. Церемония открытия поликлиники проходит торжественно. С этим событием и наступающим праздником – Днем независимости Республики Казахстан – сельчан поздравил глава региона Ерик Султанов. Вот в эксплуатацию лечебницы позволят есильцам получать более качественную медицинскую помощь. Президент Республики Казахстан Установич Назарбаев во всех программных документах обращает огромное внимание на здоровье нации, на представление качественных медицинских услуг. И выполняет о поручении. Мы сегодня открываем еще одну поликлинику. Эта поликлиника абсолютно новая, прекрасная, просторная. Построена по всем стандартам. Оснащена самым современным оборудованием. Акима области вручил будущим работникам поликлиники ключи от реанимобиля. И вот самый волнительный момент – разрезание ленты. Долгожданная поликлиника сегодня открылась. Поликлиника очень красивая, оборудование современное такие. Спасибо президенту, что внимание уделяет. Дай Бог ему много-много лет жизни. Акима области Ерика Султанова ознакомились с материальной технической базой поликлиники. Рассчитана она на 250 посещений в смену. Оснащена по последнему слову техники. Главе региона показали детское и взрослое отделение. Дневной стационар рассчитан на 10 коек. Оказывать медицинскую помощь сельчанам будут порядка 30 врачей. Из них пятеро – молодые специалисты. Мой кабинет оснащен хорошей материально-технической базой. Постараемся оказать высококвалифицированную помощь. Конечно, огромное спасибо государству, нашему президенту за то, что уделяется огромное внимание, в частности, сельской медицине. Всего трудиться в новой поликлинике будут свыше 360 человек. В помощь медикам 23 единицы техники. Строили лечебницу в селе Явленко более двух лет. Воздушные шары, громкая музыка, радостные лица. На улице Кеншинбаева собираются люди – мамы, бабушки, папы. Всех их с двойным праздником поздравляют сегодня Аким города Петропавловска, Марат Тасмагамбетов. По поручению Акима Североказахстанской области Ели Хамзиновича Султанова проводится в городе большая работа по развитию системы образования, в том числе развития дошкольного образования. И сегодняшнее открытие – наглядный пример. Пускай стены этого детского сада станут для наших детей, для наших ребятишек родными, воспитателей – добрыми друзьями, а родительский коллектив – надежной опорой. И вот ответственный момент. Многие родители ждали его не один год. Гостей уже встречают маленькие горожане – будущие воспитанники. Малыши чувствуют себя как дома. Хорошая мебель, много игрушек. Оборудована комната для отдыха. Здесь красиво. Здесь много детей, здесь интересно. Много игрушек. Достык результат государственно-частного партнерства. Идея открыть детский сад пришла сама собой, говорит его директор Владимир Девисин. В городе остро ощущается нехватка именно таких учреждений. Задуманное в жизнь воплотили за год. Кстати, раньше в этом здании в течение 10 лет производили лимонад. Помещение было уже почти год. Ну как, оно было не очень в хорошем состоянии для детского сада, а для производства у нас раньше было. Оно подходило идеально. И практически нам не пришлось тут ничего не ломать, не строить. Сделали косметический ремонт, набрали персонал. Уже сегодня здесь могут принять 50 петропавловских малышей. Пока это две группы. В планах открыть еще одну. Работают с детьми 15 квалифицированных специалистов. Для Селиу Аисовой и ее маленького сына Жангильды открытие этого сада стало подарком. В своей очереди они ждали два года. Мы очень рады. Он находится очень рядом с нами. Мы живем в соседнем доме. Это очень хорошее здание, красивое, светлое. Все очень интересно. Ему нравится, он развивается. Надеюсь, все будет хорошо. Программа «Балапан» действует уже 4 года. За это время в городе открылись 11 частных дошкольных учреждений. Родителей более 1300 малышей. Проблема с очередью в детский сад уже не беспокоит. Новое спортивное сооружение во дворе дома номер 30 по улице Балатбаева возвели в кратчайшие сроки. Всего за полтора месяца здесь появился большой крытый корт 20 на 40 метров. Строительство объекта осуществлялось за счет средств акционерного общества «Цеснобанк». По инициативе Акимата области проходит акция по строительству спортивных площадок по городу, по области. Мы решили поучаствовать. Считаем, что детский спорт и развитие физической культуры – очень важная составляющая здоровья нации. Поэтому мы стараемся проявлять активное участие в этом. Надеемся, что вот этот объект, площадка, позволит найти новые таланты в спорте, вырастить каких-то новых чемпионов. В день независимости страны крытый хоккейный корт торжественно открывают. Глава региона Ерик Султанов поздравил горожан с этим событием. Отметил, что этот и другие новые спортивные объекты в области станут большим подспорьем для североказахстанцев, стремящихся к новым победам на мировых первенствах. Мы в области в этом году построим 300 хоккейных кортов. И вы знаете, мы начали строить Большой дворец спорта в июле текущего года. И в сентябре, в следующем году, введем его в эксплуатацию. Создадим нашу команду высшей лиги и первого Казахстана. Необходимо создать все условия для того, чтобы наши спортсмены развивались. И я уверен, что в будущем у нас будут самые высшие достижения. Еще один сюрприз для школьников – хоккейная форма. Четыремым командам юных спортсменов ее вручил глава региона Ерик Султанов. Мы обещаем, что будем заниматься, будем стараться и все победы посвятим нашей родной области. Спасибо вам! Ответный подарок от ребят – именная клюшка Акимобласти Ерико Султанову. Совсем скоро здесь стартуют первые соревнования. Погонять шайбу смогут не только начинающие хоккеисты, но и юные спортсмены-любители. Тем более, что детворы в этом микрорайоне города достаточно. Огромнейший микрорайон. Вы видите, в округе несколько девятиэтажек. Порядка трех тысяч человек населения. Данный корт будет на балансе стоять у одной из детских и юношеских спортивных школ. Здесь будет работать секция хоккея. Также будет работать прокат коньков. Прокат планируем. Будет работать бесплатно. Сами ребята с нетерпением ждут, когда же можно будет опробовать лед. Мы рады, что построили такой хороший игровой центр. Мы будем там играть, будем стараться побеждать. Мы будем часто здесь собираться, играть, хоккей, гонять шайбу. Каток очень хороший. Довольны и родители. Говорят, теперь дети станут больше времени уделять занятиям спорта. С праздником поздравляю всех жителей Петропавловска. И мы очень рады, я жительница этого района, мы очень рады, что построили такой ледовый каток у нас. Дети будут заняты. У меня внучка занимается фигурным катанием, но она живет в Омске. Я думаю, когда будет приезжать, тоже будет кататься на льду. На строительство объекта затратили порядка 15 миллионов тенге. Это первый хоккейный корт под крышей в Петропавловске. Но не последний обещают местные власти. И еще в минувшие выходные в Петропавловске открылся специализированный ЦОН для автовладельцев. Образование очень полезное и весьма своевременное. Система работы по принципу одного окна внедрена уже давно в других государственных учреждениях. И мы привыкли за различными документами ходить именно в ЦОНы. А вот дорожная полиция, или сейчас это новое подразделение административной полиции, до сих пор собирала в своих узких коридорах аншлаги. Длинные очереди, причем живые. Меж тем автопарк растет и получателей соответствующих государственных услуг становится все больше. Так что своевременность такого учреждения сложно переоценить. На открытие такого ЦОНа в Алматы приехал даже сам президент. В Петропавловске ЦОН долго строили и наконец построили. Примечательно, что это седьмой специализированный ЦОН в стране. То есть далеко еще не везде принцип одного окна при обслуживании автовладельцев применяют. Ну а разницу петропавловские водители уже почувствовали. Пришел поменять права. Очень удобно, быстро все делается. Вежливый персонал. Везде такой, все обходительные такие. Ну, не знаю, мне очень понравилось. Открывали ЦОН вместе с Акимом области Ериком Султановым и заместителем министра внутренних дел страны Владимиром Башко. Так вот, наш ЦОН, по оценке Башко, оснащен не хуже столичного. Современные программные продукты, коммутации, единая информационная сеть. Этот ЦОН он включил в общую систему ЦОНа и он мониторится системой Министерства юстиции по всей стране. Местные полицейские, кстати, вовсю внедряют современные технологии. Камеры видеонаблюдения уже помогли выявить множество правонарушений, в том числе и на дорогах. Заявлено о том, что умные перекрестки появятся в Петропавловске. Они будут фиксировать автоматически нарушения ПДД. Система дорожный пристав, которая распознает номер машины и проверяет, есть ли у владельца задолженность по штрафам или налогам, уже тоже работает в Петропавловске. Таиншинский медико-санитарный пункт – это еще один очень важный инфраструктурный объект. Это проект Центра медицины «Катастроф», но и он тоже должен повлиять положительно на статистику дорожных полицейских. В этом году по числу погибших в дорожно-транспортных происшествиях у нас рост. Кто и как будет спасать людей на дорогах, узнала Гульнара Кали. Это первый трассово-медико-спасательный пункт, открытый в нашей области. Построили его в селе Килеровка Таиншинского района в рамках реализации государственной программы «Саламат Казахстан». Присутствующих на торжественной презентации приветствовал заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Владимир Башко. Всего у нас по стране в этом году будет работать 40 медицинских пунктов. И вот хочу сказать, что только на сегодняшний день придорожными пунктами, которые развернуты на всех дорогах нашей страны, оказана помощь 10 тысячам граждан нашей державы. После торжественно разрезал ленту. Пункт оснащен спасательным и специальным медицинским оборудованием, предназначенным для оказания оперативной помощи пострадавшим ДТП и их эвакуации в лечебные учреждения. Для этого здесь есть малая операционная, все необходимые медикаменты, а самое главное – квалифицированные медики. Всего трудится 5 сотрудников. Работать они будут по 15 дней вахтовым методом. Имеются аппараты. Аппарат многофункциональный для наблюдения за пациентом и встроенным дефибриллятором. Включает в себя такие функции, как наблюдение за артериальным давлением, частоту сердечных сокращений. Есть распоряжение спасателей и реониомобиль. Он позволяет извлекать из поврежденного автотранспорта людей, оказывать незамедлительную медицинскую помощь тяжело травмированным, проводить удаленное телеконсультирование со специалистами областных медицинских учреждений Петропавловска. Этот автомобиль может одновременно эвакуировать четырех лежачих пострадавших одновременно и двух сидячих и двух сидячих пострадавших. При этом будет оказана вся необходимая активная медицинская помощь. Все тревожные звонки о дорожно-транспортных происшествиях поступают на номер 112. При поступлении вызова мы тут же отправляем бригаду экстренного реагирования на ДТП. Обустроили возле спасательного пункта даже посадочную полосу для санавиации. Но возвращаясь к охране правопорядка и не только на дорогах. За 11 месяцев этого года зарегистрировано на 58% больше правонарушений. Но это скорее положительный момент. Речь-то идет о мелких хулиганствах, распитии спиртных напитков в общественных местах, нарушении тишины, несоблюдении правил дорожного движения. То есть получается, что полицейские лучше работают. Реагируют и на вызовы о шумных соседях, например, регистрируют, разбираются. Автоматизированные системы не дают нарушителям за рулем уйти незамеченными. Ну и так далее. Это как раз то, о чем так много и так часто говорят с высоких трибун. Нетерпимость к мелким правонарушениям. Они-то как раз и формируют настроение в обществе в целом. А по уголовным делам в полицейской статистике наоборот – снижение числа. Но у стражей порядка, тем не менее, еще много недоработок. Их и обсудили на этой неделе. Причем в широком составе на межведомственной комиссии в областном Акимаде. Как известно, полицейские всегда рады привлечению к своей работе, особенно профилактической, специалистов из других сфер – образования, здравоохранения и даже СМИ. Какие точки соприкосновения наметили на этот раз, рассказывает Ксения Куценко. Итоги 11 месяцев работы административных полицейских свидетельствуют о росте правонарушений на территории Североказахстанской области. 116 272 таких факта выявлены в регионе. Это на 58% больше показателя прошлого года. Мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественном месте, нарушение тишины в позднее время суток и несоблюдение правил дорожного движения. В основном эти статьи и кодекса нарушают в Северном Казахстане. А вот уголовных преступлений зарегистрировано меньше. Положительных результатов удалось добиться благодаря сотрудничеству полицейских с неправительственными организациями, работе с молодежью и школьниками. Принятыми мерами достигнуты положительные результаты снижения показателей преступности, совершенных в общественных местах на 15,8%, на улицах 29,3%, совершенные несовершеннолетиями на 11,6%, в состоянии опьянения на 9,2%, в группе на 24,6%. Полицейские на постоянной основе проводят рейды, акции по профилактике преступлений и правонарушений. Прокурор области Степан Зайтлер отметил, что для большей эффективности необходимо подключить и специалистов из других сфер, таких как образование и медицина. Большую помощь в работе полицейским оказывают и сами горожане. За 11 месяцев по телефону горячей линии в рамках программы «Соседский присмотр» поступило 1646 сообщений о фактах правонарушений. Эта программа «Северян» успешно реализована и в других регионах страны. Так, в Алматинской области проект немного усовершенствовали, установив в каждом дворе камеры видеонаблюдения. Эту идею обсудили на заседании. Очень важный вопрос. Тем более КСК максимально охватить. Мне понравилось, что они действительно провели эту работу и в результате под контролем двора. Это очень важно, что во дворе творится. На все правонарушения будет необходимый материал. Аким области Ерик Султанов также говорил о том, что необходимо усилить пропаганду нулевой терпимости через средства массовой информации. О мерах по профилактике правонарушений отчитался Аким Мамлюцкого района. Видеонаблюдение на улицах райцентра и ежедневное патрулирование, работа мобильных групп дают свои результаты. Уровень преступности снизился на 16,4%. Большой акцент в районе делают на работу с учащимися, вовлекают молодежь в общественные дела. Однако есть и слабые места в работе. По данным правовой статистики у вас идет рост преступности с ранее судимыми. Какая вот работа проводится с лицами, которые освобождены из мест лишения свободы? Действительно был рост. Это пять фактов по сравнению с прошлым годом. Был рецидив у гражданина Рютинской. С ними отрабатываются они полностью, они постоянно на контроле. По возможности их всех устраиваем на работу и с ними проводится разъяснительная работа. Следующий район – Акаинский. В докладе заместителя Акима района Сабита Муканова о мерах по противодействию преступности. Патрулирование улиц, беседы со школьниками, проведение акций и соревнований – лишь малая их часть. Главное – результаты. Преступлений зарегистрировано на 6,6% меньше. Реже совершали в этом году каинцы и административные правонарушения. Работу в данном направлении Аким области поручил продолжить. Тоже непростая работа, есть положительные показатели. В то же время достаточно много еще вопросов, связанных с правонарушениями. Мы сейчас поручим госправовому отделу все рекомендации доработать и в течение недели вынести на подписание. И в заключении. Областной центр вовсю наряжается к Новому году. В городском Акимате заявляют, что такого количества светового оборудования в Петропавловске не устанавливали еще никогда. А главная елка на сей раз тоже особенная. Традиционные гирлянды заменили на диодные лампочки. И теперь эта ноу-хау елка переливается всеми цветами радуги и демонстрирует разные изображения. Впрочем, это для нас такое сверхкреативное оформление зеленой красавицы в новинку. В Новоишимке, в центре района Габита Мусрепова, так украшались еще в прошлом году. Экс Аким этого района, а ныне глава областного центра Марат Тасмагомбетов, очевидно, очень неравнодушно отнесся к украшению Петропавловска и лично давал советы. До Нового года еще 10 дней, но настроение уже праздничное. Особенно у тех, кто оказался на центральной площади в минувшие выходные, когда елку зажгли, обратный отчет дали и отметили это дело праздничным фейерверком. Ксения Куценко присоединилась, и вот ее впечатление. Новогодние песни, танцы, маскарадные костюмы – это главная ночь и года еще две недели. Однако новогодняя атмосфера уже витает на улицах, в домах горожан. А главный атрибут праздника, конечно, елка. Сегодня на центральной площади все с нетерпением ждут, когда же зеленая красавица будет гореть яркими огнями. Поздравил с наступающим праздником горожан Акимобласти Ерик Султанов. По традиции мы сегодня зажигаем главную нашу елку. Дорогие земляки, мы вступаем в 2015 год. Я уверен, в такой прекрасной дружбе, как сегодня все у нас в Свердном Казахстане складывается, у нас все будет хорошо. Давайте встретим наш прекрасный 2015 год. Все вместе с победами вперед! И вот самый долгожданный момент вечера. Раз, два, три! Вот она, главная зеленая красавица города. Необычная и яркая, сразу привлекает к себе внимание. Высота главной елки страны почти 20 метров. На ее украшение ушло более 60 тысяч светодиодов и порядка двух километров искусственной хвои. Таких елок со световым эффектом будет еще три поставлено. Одна в районе озера Пестрое, одна в районе вокзала и еще одна у театра Погодина. Всего 13 городков будет по городу, мини-городков в разных районах города. Вот мы сейчас работаем еще над световым оформлением. В этом году постарались сделать на улице Конституции праздник для всех горожан. Потому что такое количество световых эффектов у нас еще до этого не было. Детвора катаются с горок. Вокруг елки горожане водят хороводы. На сцене главные герои праздника Дед Мороз, его внучка Снегурочка и символ наступающего года – овца. А еще сегодня дали старт новой традиции. Запустили обратный отчет времени до наступления нового 2015 года на больших часах. Но горожане уже сейчас поздравляют друг друга с наступающим праздником. При такой елке настроения, во, всем счастья, здоровья, самое главное – мира на нашей земле. Счастья, благополучия, процветания в нашей стране. Я желаю всем здоровья, а будет здоровья, будет и всем благодать. С праздником, с большим, с наступающим Новым годом, с наступающим Днем независимости Республики. Прежде всего всем горожанам огромного здоровья, благополучия, удачи, везения, терпения немаловажно. И всего-всего самого наилучшего. Поздравляю всех с Новым годом, пусть все были здоровы и счастливы. Еще один подарок – праздничный фейерверк. Я желаю вам приятной подготовки к празднику. Эти последние дни уходящего года имеют опасность наполниться суетой, большим количеством дел, которые нужно непременно завершить в этом году. Но в этой предновогодней гонке все-таки найдите время для того, чтобы сделать подарки близким и все подготовить для самой волшебной ночи в году. Такой мы увидели эту неделю, а в следующее воскресенье мы встретимся с вами вновь для того, чтобы подвести итоги уже целого года. Так что оставайтесь с нами, новости будут и пусть больше будет хороших. Редактор субтитров А.Семкин